Они приходят на помощь первыми. 28 апреля свой профессиональный праздник отметили сотрудники скорой медицинской помощи. Эту дату установили в прошлом году, в разгар пандемии COVID-19. В честь виновников торжества в культурно-просветительском центре состоялся концерт. Коллектив Люберецкой подстанции скорой медицинской помощи – это более 500 человек, которые стоят на страже здоровья жителей городского округа. Врачи, фельдшеры, водители и диспетчеры. Работа и призвание каждого из них – спасать людей. В любой праздник, даже профессиональный, они на боевом посту. А тех, кто не на дежурстве, пригласили на концерт. Татьяна Поликарпова – часть большой команды Люберецкой станции скорой помощи. В городском округе врач работает уже 35 лет. За преданность профессии коллективу и за усердную службу ей вручили памятную медаль. После окончания института я распорядилась на Люберецкую скорую помощь. И думала, как отработаю три года, как молодой специалист. И думаю, перейду, раньше работала в Москве фельдшер на скорой помощи. А как-то переработалась, хороший коллектив, и осталось так на Люберецкой скорой работать. В этот праздничный день вспоминали о событиях, которые произошли в 2020-м. Каждый, кто поздравил медиков со сцены, говорил об их профессиональном героизме. И заболеваемость среди медицинских работников скорой помощи была максимальная, это все зашкаливало. Я сегодня хочу сказать Алексею Михайловичу ему спасибо, через него всем вам. Вы, наверное, самые первые начали сталкиваться с той историей, которую потом назвали эпидемией, коронавирусной и новой инфекцией, с которой мы боремся до сих пор. И, конечно, вам хочется за это сказать огромное спасибо, потому что никто не знал, как с ней бороться. Благодарность сотрудникам скорой помощи выразили также депутаты Московской областной думы от партии «Единая Россия» Дмитрий Дениско и Игорь Каханый. Около 30 виновников торжества получили в этот день награды за нелегкий и самоотверженный труд.